В ближайшие выходные весь православный мир отмечает Троицу. Столичные службы ЖКХ уже начали наводить порядок на кладбищах. В Троицу до них добраться можно будет только на общественном транспорте. Праздники Троицкой Родительской Субботы и Святой Троицы – это дни, когда вспоминают родных и близких. Тысячи чебоксарцев уже сегодня и завтра отправляются на кладбище, чтобы привести в порядок могилы. Снохаба везет меня на Троицу, но мы пораньше хотим завтра поехать, чтобы не было толчаи. И маме у меня 95 лет, и на Троицу туда транспорт не пускает, поэтому мы поедем завтра пораньше, чтобы зайти на кладбище и далеко пешком идти. Мы стараемся не ездить прямо на Троицу, мы вот сейчас едем. И, ну, чтобы не толкаться в транспорте, народу много зачем, тем более ситуация такая нехорошая сейчас. В прошлом году кладбища были закрыты из-за пандемии. В этом году будет пассажиропоток больше, естественно, за два года у людей. Ну, накопилось, могилы как бы поправить туда-сюда. Ну, вот. Сейчас чувствуется даже, что народу больше, чем вообще, как вот, в прошлые годы в это время. 19 и 20 июня в Чебоксарах ограничат движение транспорта по дорогам, ведущим к городским кладбищам. Алатарское шоссе перекроют в 5 часов утра и откроют только в 8 вечера. Движение ограничат на участке от пересечения с проспекта Майги до железнодорожного переезда у Крачуринского кладбища. Проезд будет разрешен только для общественного транспорта. До кладбища в деревне Яуши можно будет добраться на автобусах номер 30. В эти дни на маршруте задействуют 32 автобуса средней и большой вместимости и 10 автобусов малого класса. До кладбища, расположенного по Мурнарскому шоссе, будет курсировать 8 автобусов среднего класса по маршруту номер 46. Транспортная доступность кладбища по улице Завраженная будет обеспечена автобусным маршрутом по 52. В республике все еще действует масочный режим, поэтому горожане без масок в общественный транспорт, следующий до кладбищ, допускаться не будут. Ульяна Пятакова, Регина Кубайкина, Александр Атяков, Республика.